Всем добрый вечер. Начинаем нашу конференцию. Ореховский Олег Олегович, команда «Витязь», «Локомотив» «Дайв Кинг». И первое слово нашим гостям. Пожалуйста. Хорошая боевая игра. Первый период в нашем исполнении понравился. Действительно здорово действовали и в атаке, и в обороне. По большому счету не давали сопернику возможности для опасных моментов. Второй период начали невзрачно. Конечно, сразу в первой смене наша первая зона создала пару моментов в наши ворота. Но опять же, потом взяли себя в руки, забили гол хороший в большинстве. Но после этого как-то что-то ушло. Начали делать невынужденные ошибки из ничего на ровном месте. Немного все-таки нам не хватает вот этой концентрации, когда ведем счете. Именно вот не создавать, да, не помогать сопернику в создании моментов. Ну и, конечно, помог нам сегодня наш воротарь. Действительно здорово сыграл. И во втором периоде он довольно-таки добротно выручил нас. Спасибо вам. Дэйв, с трудной победой. Пожалуйста. Каждая игра против Виттиаса в этом сезоне была очень сложная, очень тяжелые игры были. Хорошая команда, боевая, хороший тренер у них, хорошая обученная команда. В первом периоде мы слабо начали. Исполнение в передачах и в других компонентах игры были очень слабые. В последние два периода наша работа легче, наша экзекуция улучшилась. И вдруг мы были лучше. Добавили в движение во втором и третьем периоде. И в техническом компонентах тоже добавили и уже добавили по ходу игры. Но, опять же, с нашей стороны было очень много индивидуальных ошибок у некоторых игроков. Спасибо. Спасибо вам. Да, вопросы, пожалуйста, Сергей. Мистер Кинг, сегодня заболел Сергей Блотников и так не лучшим образом сыграл и первое звено, и четвертое звено. Насколько команда сейчас зависима от своего лидера? Хороший игрок и, конечно, большая разница, когда его нет в составе. В третьем периоде, где-то за 12 минут до конца, мы перешли на три тройки. И они, в принципе, неплохо справились со своей задачей, поставленной. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Олег Олегович, вам вопрос можно? Предыдущая игра, Алексей Семенов удалился и, соответственно, подвел команду. Сегодня то же самое мы видели. Что такому опытнейшему игроку может сказать тренер в таких ситуациях? Ну, давайте, я думаю, то, что может сказать тренер, оставим это внутри команды. Спасибо. Еще есть вопросы? Да. Коллега ваш похвалил вратаря, вратаря не сыграл хорошо, но вы же всякий похвал сегодня выглядел колесник, конечно. Он вас подтащил и все ошибки в обороне правил. В дальнейшем вот уже колесник будет дальше играть первым номером или все-таки дадите и сэнфорду когда-то поиграть? В регулярном чемпионате. Он играл очень хорошо, когда Куртис был уничтожен, Виталий встал и сделал очень хорошую работу. Он играл очень хорошо для нас, сделал огромный сейф в последние секунды в игре. Во время травмы Куртиса, как мы уже говорили, Виталий хорошо выглядел и сейчас продолжает хорошо выглядеть, особенно вот этот последний сейф на последних секундах Эвертайма. И мы очень, конечно, довольны и благодарны ему. И тем не менее мы будем пытаться и Куртиса сейчас вводить в игру потихоньку. Следующий. Мистер Кинг, еще один вопрос, позвольте. На протяжении последних нескольких встреч Локомотив чередует результативные матчи с сухими матчами. С чем это, на ваш взгляд, может быть связано? Нет, мы не были консистентны с нашей обороне. Сегодня наш экзекуция вокруг интернета. Это не было очень хорошо. И, знаете, мы должны получить больше аффенса, больше скорринга, для того, чтобы мы были успешными.